Привет-привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Саша и канал Жизнь в Киеве. Сегодня 25 июня 2024 года и у нас ожидается традиционный интересный выпуск. Посмотрим, как сейчас отдыхают киевляне вечером в такую прекрасную теплую погоду. Также по традиции поговорим с вами о военной обстановке в городе Киеве. У нас сегодня была воздушная тревога. Обязательно расскажу причины и что же у нас сегодня происходит. Также поговорим о погоде и еще сегодня планирую зайти в супермаркет АТБ и приобрести товары примерно на 10 долларов. Ну, плюс-минус, как получится. Поэтому не переключайтесь, дорогие друзья, заранее ставьте лайк, не забывайте подписываться на канал. И всем желаю приятного просмотра. Так как мы находимся в такой интересной локации на пляже возле озера Солнечное в Дарницком районе Киева, то в тему поговорить о погоде. Сегодня в Киеве до плюс 25 градусов. Практически отсутствовал днем ветер, но сейчас ближе к вечеру немножко уже ветрено. Но все же на пляже видим довольно большое количество людей. Люди загорают, плавают, потому что в этом районе, это Дарницкий район, тут нет на данный момент электричества. И будет в тему поговорить с вами о подключениях света. Сегодня у нас действуют традиционные графики отключения. Это 8 часов без электроэнергии. Вот 4 часа с утра и 4 часа в вечернее время. Давайте потрогаем водичку. Ой, какая приятная вода. Очень хорошая водичка. Знаете, так хочется сейчас прямо сюда окунуться, поплавать. И знаете, вода на удивление чистая. Потому что когда я здесь был в прошлый раз, около месяца назад, от воды был такой неприятный запах, мягко говоря. А сейчас водичка чистая и хорошая. Как раз в такую жарищу было бы хорошо сюда окунуться. Но я не брал никакие плавки. Поэтому не в этот раз. Откровенно говоря, я давненько не плавал в таких общественных водоемах. Но видим, людям весело. Вот кто-то даже решил выкопать какую-то ямку. Я не понимаю, с какой целью. Наверное, это весело. Ну, когда мне было лет 7, это казалось весело. Но сейчас уже не тот возраст, мягко говоря. В 26 лет копать такие ямки как-то, наверное, не очень правильно. Вот видим, еще есть кабинка для переодевания. Вся инфраструктура здесь обустроена. Но официально пляжи в этом году в Киеве не открывали. И купаться тут запрещено. Вот даже висит табличка. Ну, здесь табличка выгул собак запрещен. Но там в самом начале находится табличка, что купаться тут нельзя. И давайте скажу вам несколько слов по поводу военной обстановки в городе Киеве. Сегодня у нас была одна воздушная тревога, которая длилась чуть менее часа. Был взлет самолета МИХ в России. И тревогу объявляли по всей территории Украины. Также мониторинговые паблики в телеграме сообщали о пуске фальш-цели. То есть это имитация пуска ракеты. То есть была опасность ракетная. И многие люди во время воздушной тревоги ходят в укрытие. Это подземные паркинги, метро, подвалы, ну и другие места, которые могут защитить от ракет. На данный момент воздушной тревоги нет. Поэтому можно с вами прогуляться, пообщаться и поделиться новостями. Вот видим табличка. Водой Мане предназначена для купания. Но все же люди купаются. Я бы тоже покупался, конечно, но, наверное, не сегодня. Вот я помню, в Авроле продавали еще классный круг фламинго. Вот было бы прикольно купить и поплавать так. Не знаю, вспомнить свои юные годы. Ну, главное, душой быть. Душой быть молодым. Видим, работает генератор. Это значит, что здесь нет электричества. У меня у знакомого тоже есть кофейня. И он работает на генераторе во время отключения электричества. И, знаете, это определенные убытки он несет, потому что очень дорогой бензин. А генератор расходует примерно полтора литра топлива в час. То есть, примерно 60 гривен в час он должен заплатить. Во время работы генератора. Вот видим эспрессо 30 гривен, американо 30, капучино 45. И вот все цены можете видеть на видео. Кому интересно, ставьте на паузу и смотрите. Тут классная кафешка располагается сразу возле озера. Можно посидеть, выпить что-то холодненькое, какой-то холодненький напиток с таким потрясающим видом на солнечное озеро. Это тоже одно из моих любимых мест в этом районе. Когда оказываюсь здесь, то всегда стараюсь посидеть тут и насладиться потрясающим видом. Отключение света, кстати, завтра будут действовать на протяжении всего дня. А также усиленные ограничения будут действовать с 17 до 23 часов. Так что есть вероятность, что будут завтра очень длительные отключения. Поэтому заряжайте свои гаджеты, пауэрбэнки. И я всегда повторяю такую фразу. Нужно надеяться на лучшее и всегда готовиться к худшему. Вот так вот, дорогие друзья. К сожалению, сейчас ситуация со светом довольно критическая. В связи с такой жаркой погодой, люди массово включают кондиционеры и возрастает потребление. Вот такой интересный человек. Вот видим, мужчина стоит, смотрит на озеро и медитирует. Вот, интересный человек. У каждого свои убеждения. И каждый справляется со стрессом по-разному. Я тоже периодически занимаюсь медитацией, тоже медитирую. Я применяю дыхательные упражнения по методу Вима, Хоффа. Возможно, кто-то слышал об этом методе. Напишите в комментариях. Будет очень интересно, если среди моих подписчиков есть единомышленники. Вот тоже помогают очень хорошо справляться со стрессом и тревожностью. Потому что, как вы знаете, негативных событий сейчас очень много. Негативных новостей. И нужно каким-то образом с ними справляться. А я не употребляю алкоголь вообще, в принципе. И нужно искать какие-то альтернативные методы. Сейчас буду заходить, точнее, идти в сторону супермаркета АТБ. Заходить и делать свою закупочку. Напоминаю, планирую потратить примерно 10 долларов. Так что не переключайтесь и увидите, что же у нас сейчас можно приобрести на данную сумму. Вот видим в обычном киевском дворе ребята играют в футбол. Кстати, это футбольное поле, оно абсолютно бесплатное. И они есть во многих дворах Киева. Люди могут заниматься спортом, играть и становиться лучше. Подошли к АТБ. И давайте сначала посмотрим на акции. 2 литра Кока-Колы, 35 гривен, 90 копеек. Мороженое, 15,90. Напоминаю, 1 доллар у нас сегодня 40 гривен, 1 евро 43 гривны. И как узнать цену в валюте? Нужна стоимость в гривнах, которую вы видите, разделить на 40. И узнаете цену в долларах. И на 43. И узнаете стоимость в евро. Цены, точнее, курс доллара и евро озвучиваю для заграничных зрителей. Потому что у меня большинство зрителей из других стран. Из Канады, Америки, Европы, из Израиля. Вот у меня есть очень много подписчиков. Поэтому озвучиваю цену в валюте. Им так проще переводить. Заходим в супермаркет. И берем по традиции такую тележечку. Видим сначала воду. Вот 6 литров воды. 41 гривна. 1,5 литра. 22. Шоколадки. Хорошая цена на шоколад. 38 гривен 90 копеек. За 100 грамм. Миллениум. Вот есть черный. Мигдаль. И жура Блына. Есть молочный. Мигдаль с карамелью. А Милка у нас. Вот 156 гривен. 169. Интересная такая. Ностратовка это. Вот. О, еще смотрите. Акция на Милку. 128 гривен. Большая. Большая шоколадка. С карамелью. С соленой карамелью, если я не ошибаюсь. Так, двигаемся. Двигаемся дальше. Так, беру. Возьму, наверное, кову. 2 литра. Потому что завтра эта акция заканчивается. Завтра уже будут новые скидки. Поэтому нужно набирать по возможности. Так, 3 пачки сыра. Чеддер. Это польский сыр. Очень вкусный. Мне он очень нравится. Я всегда ем его на завтрак. Делаю лаваш с таким сыром. Овощами и яйцом. Так. Еще вот, кстати, забыл вам сказать. Один из моих сыров. Солугуни и моцареллы. Вот. Один из моих любимых. Так. Что у нас еще интересненького? Макарошки. Сколько же у нас стоят сейчас макароны? Так. Из твердых сортов пшеницы. 37 гривен 40 копеечек. А из мягких сортов. Вот обычная килограммовая макарона. 25 гривен 90 копеечек. Я, наверное, буду цены озвучивать, округлять. Потому что много цифр никто не любит. Так. Булгур. 38 гривен. Что еще дальше? Рис. 50 гривен. Крупа. Горячаная. 27. Вот вермишель быстрого приготовления. 10 гривен 90 копеечек. А большая вермишель 37 гривен. Это чуть менее одного доллара. Так. Еще мне нужно взять в обязательном порядке йогурт. Я очень люблю йогурт. Пью его каждый вечер. С творогом ем. Так. Срок годности до 11.07. Отлично. Берем. Так. Двигаемся наше. Что у нас еще есть интересненько? Творог. У меня закончился творог. Вчера съел последнюю пачку. И сегодня он по акции. 29 гривен. 80 копеечек. Так. Возьму, наверное, 3 пачки. Срок до 4.07. Так. А сегодня у нас 20. 27. 25 июня. Извиняюсь, дорогие зрители. Так. Ну, нормально возьмем 3 пачки. И двигаемся дальше. Знаете, с этими новостями постоянными. Негативными. Иногда забываешь, какое сейчас вообще. Какое число. Вот видим чипсы. Прингаус. 141 гривна. Кальмар. 29. 29. Что еще у нас интересненького? Чай. 60 гривен. 90 копеечек. Тут 25 пакетиков. А к чаю нам что нужно? Правильно. Кофе. Вот у нас кафе. Голд. 120 грамм. 158 гривен. А 65. 65 грамм. 102 гривны. Так. Что у нас дальше интересненького? Нектарин. 72 гривны. Персик. Тоже. 72. Черешинка. 89. Абрикос. 99. Апельсинки. 54 гривны. Лимончик. 79. Банан. 66. Вот видим уже голубика продается. 430 гривен за килограмм. Грейпфруты по 39 гривен. Авакандо по таким ценам. А яблочки в среднем по 22 гривны. 26 какое-то яблоко. Вот 32. Помидорчики по 66. Двигаемся дальше. Вау, куда я приехал. В отдел со своей любимой тортильей. Я думаю, вы уже знаете. Так, возьму 2 упаковочки. А может больше. Возьму 3, потому что завтра, скорее всего, так все закончится. Так, едем дальше. Можем наблюдать сахар. Сколько же у нас сейчас стоит сахар? 29 гривен. 90 копеечек за килограммчик. Сахар. Так, что мы еще видим? Мука. 2 килограмма. 31 гривна. Опять килограмм. 80 гривен. 80 копеечек. Вот такая зеркальная цифра. Интересная соль. Вот у меня спрашивали подписчики, сколько стоит соль? Отвечаю на ваш вопрос. 13 гривен. 50 копеечек за килограммчик. Вот еще, смотрите, так много сахара. Вот, смотрите, так много сахара. Тоже по аналогичной стоимости. 29 гривен. 90 копеечек. Поехали дальше. Яйца. 35 гривен. 40 копеечек за десяток. Такие красивые яйца. Ну, я их брать не буду, потому что я недавно покупал 30 штук. Так, видимо, любимый салат по акции. 29 гривен, пожалуй, возьму. У меня уже нет вообще никаких овощей. Нужно будет приобрести на ярмарке огурчики, помидорчики, потому что сейчас сезон, и нужно кушать овощи и фрукты. Видимо, тейдер, 60 гривен сосиски за 300 грамм. Так, двигаемся дальше. Возможно, уже поеду на кассу, потому что вроде все приобрел. То, что планировал. Вот, можем наблюдать подсолнечное масло. 0,85 гривен. 45 гривен. 29 копеечек. А 3 литра подсолнечного масла. 205 гривен. 12 копеечек. Едем на кассу. Зашел в кофейню, взял кофеечек, потому что сейчас нет электричества, и загрузить этот ролик иначе не представляется возможным. Только в какой-то кафешке, где есть интернет. И давайте посмотрим на цены. И что же я купил. Салатик 29 гривен. 3 тортильи. 1 тортилья 27 гривен. Это такой мексиканский лаваш. Творог 29 гривен. 3 творога. 3 сыра. Одна пачка стоит 45,90 гривен. Что еще? Йогурт 43 гривны. Колу двухлитровую 35. Взял. И в общем все получилось. 448 гривен. Это примерно чуть больше 11 долларов. Вот такая у меня сегодня получилась закупочка. Надеюсь, что сегодняшний видеоролик, дорогие друзья, вам понравился. Спасибо большое за просмотр. Желаю мира, добра и хорошего настроения. До новых встреч.